Бисмиллахи рахмана рахиму, ассалату вассаламу аля лабина, мухаммадин, аля алихи, ассаламу алейкум, ассаламу алейкум, арахматуллахи, баракату, уважаемые братья и сестры. Помилу с Аллаху, субхану атауле, приближается наш долгожданный гость, наш любимый месяц Рамадан. Тот месяц, о котором сказал пророк Мухаммад, салаллаху алейкум, ида дахал Рамадан, Когда наступает месяц Рамадан, врата рая открываются и врата ада закрываются. И каждую ночь Аллах, субхану атауле, ведет список тех людей, которые спаслись от наказания ада. Аллах, субхану атауле, ведет список людей, которые спаслись от наказания ада. И каждую ночь этот список ведется с Всевышним Аллахом, субхану атауле. Часто бывает такое, что перед месяц Рамаданом люди обращаются, задают вопросы, как правильно, то есть советы, дабы легко продержать месяц Рамадан, какую пищу принимать на ифтар, какую пищу кушать на сухур и так далее, чтобы у них остались силы, чтобы были силы для того, чтобы пропаститься. Но часто мы забываем о наших сердцах и как подготовить наши сердца, и какие действия мы можем делать в этот месяц, дабы заслужить великую награду. Аль-Хамду лилля, много каких благих дел мы можем сделать на пути Всевышнего Аллаха, субхану атауле, в этот месяц, но хотелось бы рассказать о пяти вещах, которые, аль-Хамду лилля, если мы эти вещи будем выполнять на протяжении месяца Рамадана, то, аль-Хамду лилля, наш Рамадан пройдет в неком таком поклонении Аллаху, субхану атауле, в неком барракатном виде перед Всевышним Аллаху, субхану атауле. И за что мы возьмем награду от Аллаха, субхану атауле, великую награду от Всевышнего Аллаха, субхану атауле. И да, Аллах, будем из благодарных рабов Всевышнего Аллаха, субхану атауле. Первое благое дело, которое мы сможем сделать в месяц Рамадан, это побольше читать Кур'ана. Так как Аллах, субхану атауле, сказал, помимо того, что месяц Рамадан, месяц поста, также месяц Рамадан является месяцом Кур'ана. Всевышний Аллах, субхану атауле, сказал в Кур'ане, Месяц Рамадан – это тот месяц, в котором Аллах, субхану атауле, не спасал Кур'ан. И пророк Мухаммад, субхану атауле, много читал Кур'ан в месяц Рамадан. Джибраил, субхану атауле, приходил в месяц Рамадан, И я обучал Пророка Мухаммада субхану eventsłu Al-Qur'an. Они вместе с Джибраилом повторяли Кур'ан наш любимый пророк Мухаммад. Поэтому, аль-хамдуля, братья и сестры, побольше мы должны читать в этот месяц Кур'ан, делать хатин. Аль-хамдуля, это есть одно из великих дел, которое мы сможем сделать в этот великий месяц, mä-сяц Рамадан, побольше, читать Кур'ан. также как сказал пророк мухаммад саллаху алейхисалям то кто полюбил речь Аллаха кто полюбил слова Аллаха Аллах субхану ва Та'але его полюбил поэтому если мы полюбим Куран нашими сердцами Аллах субхану ва Та'але нас будет любить а что может быть лучше любви Всевышнего Аллаха субхану ва Та'але по отношению к нам нету после удовольствия Аллаха субхану ва Та'але никакой иной награды кроме как рая второе какое мы великое дело сможем сделать вместе с рамадан это выставить ночные намазы намазов таравит тохаджуд намазы пророк мухаммад сказал ранганные bersallam то кто выставил молитвах вместе с рамадан с иманом с верой и с надеждой то что Аллах субхану и ва Та'але напросит его молоко на него прегрешение сказал посланник Аллахом и воссл epidemi И пророк Мухаммад долго читал в колоке молитвы храм olmaz Передается, что Хузаев стал за посланником России читать намаз. Чудайф передает на 1-м ракахте,ин tidur то есть у tasted. Потом Хузаев сказал я подумал, что он сейчас закончит. Он также дальше продолжил прочитать сур, это раньше, она переда Али Имран. Потом после Али Имран сказал Хузаев сказал я думала, что он закончит Потом прочитал сурат Али Амран и пришел Беляль, рад Аллаху, сказал азан на утренную молитву. То есть всю ночь посланник Аллах провел в молитвах, в ночных намазах. Так как ночи Рамадана, они благословенные ночи. Есть отдельная ночь, Лайля Туль-Кадр, ночь предопределения. Та ночь, которая лучше, чем Хайрумин Альфи Чахр, как сказал Аллах, лучше, чем тысяча месяцев. Также из благих деяний, которые мы сможем сделать с вами в месяц Рамадан, это давать садақа милостыным. Пророк Мухаммад, салаллаху алейхи ассалам, сказал Хайру садақа, садақа тумфи Рамадан. Самый лучший садақа, это то садақа, которое дается в месяц Рамадан. Как сказал Пророк Мухаммад, салаллаху алейхи ассалам, в другом хадисе, Тот, кто сделал ихтар, то есть пригласил на ихтар и дал людям покушать из еды, или из писья, или из воды, то этому человеку Аллах Субхануа Та'ля запишет, как будто он постился пост того человека, который пришел к нему на ихтар, а тот, кто постился, свою награду не утеряет. То есть, Субхануа Та'ля, такую великую награду берет Раб Аллаха Субхануа Та'ля, который приглашает людей на ихтар. Поэтому, аль-хамдуллах, постараемся по возможности, как говорит Сива Аллах Субхануа Та'ля, тому человеку, кто расходует на пути Аллаха, нельзя указывать, как расходовать, сколько расходовать, по мере возможностей, по намерениям, иншаллах, по возможностям, старайтесь, братья и сестры, в этот месяц Рамадан больше доводь садақа. Также из благих деяний, которые мы сможем сделать вместе с Рамадан, это аль-и'тикаф, побольше находиться в мечети. То есть, аль-и'тикаф обычно бывает последние 10 ночей, как принято, люди приходят в мечети, ночуют там, проводят ночи, спят там, кушают там, намазы читают, но в Москве у нас закрываются мечети после таравиха, потом открываются на утре намаз, можно приходить и делать намерения. Мы делаем тарав, сейчас вот это, Йеменский угол, здесь черный камень, вот на этом расстоянии, на этом месте, Пророк Мухаммад, саллаху алейсалам, делал дуа, Аллах, субхану алей, дай нам из этой жизни все благое, в вечной жизни все благое, спаси нас от наказания ада, и веди нас в рай, вместе праведом и людьми. Поэтому в мечети в Москве они закрываются, поэтому можно приходить на Атикав с намерением на один час. Можно прийти, например, на намаз Аср, и остаться после Асра до Магрибы намаза. Рок Мухаммад, саллаху алейхи ассалам, сказал, Мечеть является домом каждого богобоязненного человека. Также Пророк Мухаммад, саллаху алейхи ассалам, сказал, кто-кто зашел в мечеть, пришел в мечеть, в дом Аллаха, Он тот человек, кто пришел в гости к Аллаху. И Аллах, саллаху алейхи ассалам, тот, кого посещает в гости, то есть мы Аллаха, саллаху алейхи ассалам, в этом моменте посещаем, когда приходим мечеть, Аллах, саллаху алейхи ассалам, обязательно своей щедростью укроет того, кто его посетил. То есть представьте, если к вам, например, кто-то в гости приходит, вы что делаете? Угощаете своего гостя, правильно? Также Пророк Мухаммад, саллаху алейхи ассалам, сказал, подобно тому, как хозяин угощает гостя, также Аллах, субхану алейхи аля, укроет своей милостью того человека, кто пришел к нему в гости, того, кто пришел к нему в гости, к Аллаху, саллаху алейхи ассалам, в дом Аллаха. И пятое действие, которое мы можем с вами совершить вместе с Рамадан, это совершить умру, приехать в мечеть Аль-Харам, в Мекку, где мы сейчас находимся, и совершить умру. За умру совершенную Рамадан, у нее отдельная награда. Пророк Мухаммад, саллаху алейхи ассалам, сказал, «Аль умру, кухи Рамадан, каадилу хаджатан маи». Умра, совершенная вместе с Рамадан, по награде, подобно хаджу, совершенной вместе со мной, сказал посланник Аллах, саллаху алейхи ассалам. Саллаху алейхи ассалам.